МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году на Всемирной Парижской выставке публика восхищалась скульптурой Мухины «Рабочий и колхозниц». На той же выставке премией был отмечен советский фильм «Цирк». Мухинский рабочий и главный герой фильма, сыгранный артистом Сергеем Столяровым, были похожи. Это происходило в 1937 году. В этом же году вузы в СССР были переполнены будущими студентами. Сталинская конституция 1936 года отменила ограничения для детей-лющенцев, потомков дворян и буржуазии. Все граждане СССР получили равные права. Произошло это тоже в 1937 году. В том же году был отмечен небывалый рост рождаемости. Своеобразный демографический взрыв, не сразу замеченный на фоне других событий и процессов. Это были годы повышенной солнечной активности и официального запрещения абортов. В 1937 году стали выходить книги по русской истории, еще недавно запрещенные, и кинофильмы о великих полководцах. Войны России в сей грозный час должен решить судьбу Отечества. Не помышляйте, что сражаетесь за Петра, но за государство Петро врученное. За родство, за Отечество. Вперед! В героях совсем не революционного прошлого. В том же 1937 году было написано немало вдохновенных и пронзительных строк о своем времени. Великий Мандельштам писал оду Сталину. Писал, наверное, вполне искренне, а не ради угодничества и спасения собственной жизни, трагической и уже предопределенной. 1937 год стал нарицательным годом советской истории. Год огненного красного быка вспоминают всякий раз, когда размышляют о взаимоотношениях власти и интеллигенции, власти и культуры. Вспоминают, как год репрессий, парт чисток и массовых трагедий. Рубежный и переломный. С этого года Сталин имел право считать, что у него есть своя интеллигенция, и он знает, как ее использовать в интересах советского государства. Главное отличие новой интеллигенции от старой, Сталин видел в том, что она должна быть не более образованной, а более преданной. В 1939 году он сказал, главным результатом культурной революции в СССР является нарождение и складывание новой интеллигенции, которая готова служить народам СССР, верой и правды. В какой же социальной лаборатории и по каким рецептам была приготовлена эта верная и готовая служить, по выражению Сталина, часть советского общества. В массе своей интеллигенция не принимала советскую власть. И поэтому на первом этапе, трагичном этапе истории нашей страны органы ОГПУ, НКВД стремились использовать круги интеллигенции для укрепления советского режима. Делалось это и в плане привлечения на сторону советского государства видных деятелей культуры, видных деятелей науки. Причем не только в результате воздействия на этих людей через подставленную агентуру, но и в плане, во втором аспекте, создания особого канала связей, негласной связи, творческой интеллигенции с руководством страны. Через полтора месяца после Октябрьского переворота была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. По замыслу ее создателя она должна была ликвидировать саботаж старого чиновничества и пресекать попытки свержения новой власти. В общем, любая революция чего-либо стоит, если умеет защищаться. Главным, наверное, является исторический фон, в котором существует тот или иной художник. И в зависимости от жесткости правил игры в тот или иной исторический период определяется и жесткость самих взаимоотношений. Начальный период работы ВЧК проходил в поисках оптимальных мер борьбы с противниками нового строя и революции. Уже в начале 1918 года на коллегии была высказана следующая мысль. Если мы не будем иметь сокровенных ушей и глаз среди наших врагов, мы не будем знать их цели и замыслов. Сокровенные уши и глаза были нужны и для работы со старой интеллигенцией, со специальными. Новые власти требовались специальные каналы воздействия на образованную публику. Победить саботаж в условиях гражданской войны только с помощью террора было нельзя. Этот канал взаимоотношений действовал очень активно в плане того, чтобы ориентировать творчество не в сторону оппозиции советской власти, а в сторону создания новой культуры, той литературы, которая бы прославила, так сказать, человека труда. Но надо смотреть правде в глаза, прославила бы коммунистические идеалы. И вот если мы посмотрим на оперативные материалы прошлого, то увидим, что такие видные деятели советской литературы, как Федин, были настроены антисоветски, написали по существу просоветские произведения, на которых мы воспитывались, в которых воспевались идеалы революции. В годы гражданской войны и революции эти коммунистические идеалы были чуждой и непонятной старой российской интеллигенции. Они видели голод, разруху, войну, падение империи, развал государства. Мятежи. Виновником гибели поэта Николая Демилёва называют Якова Агранова. Однако это не так. Гумилёв был арестован в 21-м году. Гумилёв проходил по заговору Таганцева, как сейчас установлено, как человек, посвященный в деятельности этой организации. Конечно, в условиях завершения гражданской войны, периода кронштадтского мятежа, он расстрелян был совершенно необоснованно. Эта мера, безусловно, заслуживает самого строгого осуждения. Хотя инициатором его расстрела был, кстати говоря, Зиновьев в качестве руководителя Петросовета. Тем не менее, Агранов, который тогда вел его дело и был затем одним из руководителей НКВД, по вопросу судьбы Гумилёва конфликтовал с Дзержинским. И известно, что он написал ему резкое письмо-рапорт, записку указывая на то, что мы не имеем морального права расстреливать человека, которому было обещано прощение в обмен на сотрудничество и на информацию по заговору Таганцева. Тем не менее, судьба и Агранова, и Гумилёва сложилась так, как она сложилась. И надо сказать, что на крутых поворотах истории, к сожалению, крупнейшие деятели нашей культуры, науки оказывались разменной монетой. Великий Шаляпин хорошо запомнил один разговор с видным большевиком Зиновьевым. На вопрос, зачем уничтожать художников, хозяин Красного Петрограда заявил, потому что они способны своим искусством размягчать сердце революционера, а оно должно быть твёрдым, как сталь. И пояснил, чтобы рука не дрогнула, когда придётся стрелять во врага. Это был, ура, революционный подход начала 20-х годов, который в 30-е годы сменился вполне осознанной новой политикой по отношению к интеллигенции, в осуществлении которой сталинские органы госбезопасности по-прежнему играли важнейшую роль. Мы должны были очень чётко для себя понимать, знать и владеть информацией о том, ну, скажем так, на кого из представителей творческой интеллигенции делают ставку наши противники, идеологические противники. Всё-таки правила игры были достаточно жёсткими, и мы исходим из того, что, в общем-то, эти правила не нами были навязаны. На кого из представителей творческой интеллигенции делают ставку, ну, скажем, представителей различного рода специальных служб, различного рода идеологических, антисоветских, как тогда назывались, центров, различного рода антисоветских организаций, которые, естественно, стремились в известной степени использовать представителей творческой интеллигенции как мощный таран для того, чтобы раскачивать существующий в Советском Союзе строй. Что бы этого ни случилось, стали создаваться творческие союзы. Такова логика тоталитарного государства. Власть и правительство отнимают у нас и право командовать друг другом, предоставляя право учить друг друга. Учить – это значит взаимно делиться опытом. Только это. Только это. И не больше этого. Власть хотела знать, чем живут и дышат, видны и у деятелей советской культуры и науки. Поэтому в их ближайшем окружении всегда находились сокровенные глаза и уши. Процесс выращивания новой интеллигенции проходил почти 20 лет – с 17 по 37 годы. Лишние люди, идеи, мысли, сочинения отсекались. Это была первая культурная революция 20 века. Ее плоды заметны уже в конце 30-х. В тот период прагматически решались эти задачи с точки зрения государственного строительства. Но когда возникала какая-либо тень сомнения в искренности представителей интеллигенции, допущенных во власть, с ними поступали беспощадно. Надо, однако, отметить, что трагическое наследие прошлого, оно актуально и для 60-х, 70-х годов, и для позднего советского периода. Кино являлось тогда важнейшим из искусств, и поэтому было пристальное внимание. А надо сказать, что сложилась жизнь к тому времени таким образом, что было сказано Натальшим Сталином, жить стало легче, жить стало веселее. Поэтому надо было находить какие-то веселые интонации в этой жизни. Жить стало, наверное, не веселее, не легче. Но важнейшее из искусств должно было в этом деле помочь. Практически каждый киносценарий получал апробацию и одобрение обитателя Кунцевской дачи. Он делал замечания и принимал решение. Каждый фильм должен быть идеологическим событием, за которое художник отвечает головой. Это была позиция Сталина. Фильм «Веселые ребята» вышел на экраны в 1934 году и стал любимой комедией вождя. Поэтому следующий фильм режиссера Александрова «Вождь ждал» с нетерпением. Картина «Цирк» снимается по сценарию Ильфа и Петрова при участии Катаева. И это замечательная пьеса Ильфа и Петрова. Она была в полном собрании. Называлась пьеса «Под куполом цирка». Она шла в Булгаковском театре, вот на Садовой Триумфальной. С этим фильмом связано несколько трагедий, типичных для того времени. Первыми пострадали сценаристы, лишенные своих авторских прав в административно-приказном порядке. После того, когда фильм, так сказать, стал складываться, это просто вот отец мне рассказывал, мало кому известно, однажды на просмотр материала приехали авторы Ильфа и Петров из Америки. Это принято смотреть рабочий материал. И они были возмущены, что много отклонений от текста. То есть, позволял себе, допустим, Володин какие-то вольности, но он артист оперет и поэтому какие-то достаточно вульгарные слова. Это возмутило авторов. Они сказали, мы этого не писали. «Переснимите эти сцены, иначе мы снимаем наши имена с титров классики». Григорий Васильевич пошел, доложил это Шумятскому, ну, наверное, с определенной информацией, на что Борис Захарович сказал, надо это дело оформить документально. Борис Захарович Шумятский. С 1930 года председатель Союз кино. Профессиональный революционер, партийный журналист, дипломат, востоковедник. Получив письменное заявление Ильфа и Петрова, он убрал фамилии известных писателей из титров. Комиссару от кинематографии никто не возразил. Я хотел бы сказать о том, насколько это было серьезно в то время. Сейчас мы судим по этим делам как бы с нашей позиции. А что же они, так сказать, в суд не подали, что же они не сказали? Не сказали и не подали. Это был 1937 год, 1936 год. Более того, в записных книжках Ильфа за 1937 год это зашифровано. Вчера смотрел фильм «Гроза». Ни слово об Островском. Режиссер-постановщик Петров так-то. В титрах фильма «Цирк» также не будет имени и фамилии оператора Владимира Нильсона. Но совсем по другой причине. Блестящий мастер, снимавший любимую комедию «Вождя. Веселые ребята» на премьере фильма «Цирк» отсутствовал. В 1936 году он был арестован. Расстрел Нильцина был воспринят в кинематографе очень, так сказать, как вот знак. Давай! И бывшие друзья, так сказать, люди, которые восхищались его профессией, вот обвиняли его, что он враг народа, что он предатель, мы знали и так далее, уголовник. Отец к этому не присоединился. Он был... Они дружили с Нильциным, и он как-то испытывал к нему уважение. Нильцин был старше его немного, но вот как-то по-товарищески, по профессии. Он мне говорил, я не верил, что он враг. Борис Шумятский в 1938 году был объявлен японским и английским шпионом и тоже назначен врагом народа, как и оператор фильма «Цирк» Владимир Нильс. По одной из версий, советская контрразведка установила тогда факт утечки информации из элитных кругов советской художественной интеллигенции, близких к Крымлю. Шумятский попал под подозрение и был взят в оперативную разработку. Особый интерес вызвали загранкомандировки Шумятского, в частности, его поездка в Америку вместе с Нильцем. Судьба его была предрешена. Репрессированные Шумятский и Нильца немало сделали для того, чтобы состоялся фильм «Цирк», визитная карточка советского кинематографа, 1936-1937 года. Когда Шумятский посмотрел материал «Цирк», опять-таки отец рассказывает, он сказал, «Гриша, ты снял хорошую картину, я тебе даю месяц, и ты сделаешь шедевр. Пересними крупные планы Любы». И был выписан специальный объектив, и Нильцем переснял на заднике Мосфильма отдельно крупные планы «Любовь Петровна». И сейчас мы смотрим эту картину. По-моему, картина вечная. Диктаторы любили кинематограф. Они отбирали фильмы, лица и актеров, которые должны быть символом их эпохи. Определяли их творческую и даже личную судьбу. Любые аналоги хромают. Но в одном и том же 1936 году в двух разных странах СССР и Германии две замечательные актрисы удостаиваются государственных званий. Любовь Орлова становится заслуженной артисткой, а Ольгу Чехову Адольф Гитлер объявляет государственной актрисой Третьего Раиха. Диктаторы понимали значение самого массового из искусств. Жить стало лучше, жить стало веселее. Запевайте песню звонкую, Запевайте песню веселей, Снег в красную родивую сторонку, Снег в одной честь и лучке своей. Вскоре в игровом кино появился образ Сталина. При жизни вождя его сыграли только четыре актера. Гальчштаб, Кабаладзе, Геловани и Алексей Дикий. И вот одна была встреча с Диким. Он приехал на ближнюю дачу. Сталин ходил по этой самой знаменитой комнате, лежал в сценарии с пометками. И вот была беседа знаменитая. Мы тут посоветовались. Вот мы сейчас хотим снимать фильм «Падение Берлина». Товарищ Дикий, а почему вы играете товарища Сталина без акцента? И отвечать надо было очень четко и точно. Вот он, говорит, собрался и сказал, а я не вас играл, товарищ Сталин. Как не меня? Вы играли товарища Сталина. Разговор шел в третьем лице. Я играл в представлении народа о вожде, сказал Алексей Динич Дикой. Эта фраза понравилась. Замечательный актер Алексей Дикий сказал вождю сущую правду. В тоталитарном государстве искусство должно создавать у народа представление о власти и ее носителе. А иначе зачем нужна художественная интеллигенция? Зачем ее поддерживать, растить и идеологически обрабатывать? Здравствуйте, товарищ Чуйков. Здравствуйте, товарищ Конев. Здравствуйте, товарищ Рокосовский. Примите мою благодарность за замечательно проведенную операцию по окружению Берлина. Вся эта линия она была направлена на то, чтобы использовать осведомительный аппарат НКВД и позднее органов госбезопасности и для того, чтобы оставляя на свободе и используя даже антисоветские внутри настроенную часть ведущих наших писателей, ученых, артистов, заставить их войти в непосредственные контакты с видными деятелями зарубежной культуры. В конце 30-х годов в системе НКВД было создано специальное подразделение. Не оно решало конкретные судьбы тех или иных людей. Это была прерогатива власти, прежде всего партийной, но находиться в курсе настроений советской интеллигенции оно было обязано. Эту работу в системе НКВД одно время курировал Виктор Ильин. Я вспоминаю, как он мне рассказывал об интересе Сталина именно к контактам видных деятелей западной интеллигенции при выезжавших сюда по приглашению Союза советских писателей, Союза художников, и как внимательно Сталин читал сводки высказываний этих людей зафиксированные, так сказать, в откровенной атмосфере. Но руководство советское, конечно, интересовало главное, разворот вот этой потенциала всего российской советской культуры в сторону укрепления незыблемого советской государственности и в сторону того, чтобы придать культурному процессу необратимую социалистическую направленность. Международные контакты и связи советской интеллигенции всегда находились под контролем. Одна из причин этого создания неформальных каналов для обмена информацией, поиск друзей за рубежом, которых в той или иной мере можно использовать в интересах своего государства или своих спецслужб. Политика и разведка невозможны без неформальных контактов, визитов, встреч. В 30-е годы, благодаря зарубежным связям и авторитету советской интеллигенции, Сталин заполучил в гости таких видных деятелей зарубежной культуры, как Бернард Шоу, Андрея Житт, Леон Фейхтвангер. Последний стал первым зарубежным летописцем 37-го года. Года огненного или красного быка. В своей книге Фейхтвангер назвал Сталина демократическим диктатором. Это определение он якобы услышал в разговоре с одним советским писателем. Тот сказал, демократия это господство народа, диктатура господства одного человека. Но если такой человек является идеальным выразителем народа, как у нас, разве тогда демократия и диктатура не одно и то же? Сталин выращивал свою интеллигенцию по тем же рецептам, по каким создавалась советская номенклатура. Органы госбезопасности, НКВД и НГГ выступали в роли специального инструмента, который обеспечивал политику партии, государства и лично хозяина по отношению к интеллигенции, художественной и научно-технической. В этом ведомстве уже во второй половине сороковых годов понимали, что на одном страхе, идеологических проработках и агентурно-оперативной деятельности работу с прослойкой не построишь. В основе взаимоотношений власти и интеллигенции, власти и культуры должна быть целесообразность, жесткий прагматизм. Так и будет в СССР. Попытки ряда крупных деятелей нашей творческой интеллигенции не просто войти во власть, но и участвовать в решении ряда крупных вопросов, используя свои позиции во властных структурах. Вот часть этих людей была трагически и беспощадно уничтожена. О том, почему и как эти деятели культуры стали жертвами репрессий, мы узнали только в конце 20-го столетия. Длинный, бесконечно длинный список имен от Клюева до Бабеля. Причиной гибели некоторых из них действительно была опасная близость к власти. Но большинство из них оказались чужими на сталинском празднике жизни. Мы прекрасно должны отдавать себе отчет в том, что правила в этой игре были достаточно жесткие. И, конечно, для наших противников, для противников нашего строя, нашей страны было очень важно привлечь на свою сторону творческую интеллигенцию. Вот это как бы было определяющим. И при этом, наверное, я должен высказать одну очень весьма жесткую и, наверное, циничную вещь. Суть ее сводится к тому, что ведь хотим того или нет в условиях тоталитарного общества все представители творческой, технической и прочей интеллигенции являются фактически нанятыми рабочими и должны работать исходя из тех идеологических политических доктрин, которые записаны в нашей Конституции. Когда в Кремле сочли, что они в массе своем являются опорой советской системы, такие привилегии в экономическом плане, которые не сопоставимы с тем, что имеет место сейчас, ибо они получили гарантированное удовлетворение не основных, а более высоких по тем временам потребностей. Заработная плата творческого работника устойчива была в два-три раза выше средней на гарантированной основе. А крупных деятелей науки, культуры заработок ежемесячный был в четыре-пять раз выше средней заработной платы по стране. Это проведено было в жизнь в условиях довольно сложного экономического положения советской страны. в 1947-1948 годах. И вот такое внимание приоритетное к сфере науки, образования, искусства, оно и способствовало пусть деформированному, но бурному развитию научно-технического и культурного прогресса в нашей стране. Знания, талант, научные способности советской интеллигенции были максимально востребованы в эпоху Холодной войны в 50-е и 60-е годы. После 20-го съезда КПСС это время получило название Оттепель. Идеологическая Оттепель вселела надежду, что отношения власти и интеллигенции теперь получат большую гармонию. Уйдет в прошлое время мелочной опеки за творчеством, в стране и обществе усилятся позиции тех людей, которых можно смело назвать новой советской интеллигенцией. Кстати, в подготовке знаменитого доклада Хрущева на 20-м съезде принимали участие и сотрудники органов госбезопасности. спецслужбы советской власти, эпохи советской власти на всех стадиях ее существования были, конечно, инструментом, который регулировал взаимоотношения ряда деятелей культуры с властными элитами. Конкуренция в творческой среде всегда была фактом, стимулирующим ее развитие. Но в условиях тотального государственного контроля и, собственно говоря, государственной оплаты творческого труда у нас в стране сформировались, конечно, экстремистские явления в сфере борьбы за свое место под солнцем. 30-е годы научили некоторых деятелей интеллигенции бороться за место под солнцем при помощи доносительства. Привычка уничтожать конкурентов по профессии с помощью политических доносов в ЦК и в органы оказалась живучей. Очень часто информация базировалась не на объективной реальности, а на стремлении с помощью руками КГБ уничтожить своего конкурента, уничтожить своего идеологического противника, уничтожить своего, так сказать, оппонента в каких-то вопросах. Ну, например, Большой театр выезжал, буквально за два дня или там за сутки в Комитет Государственной шел вал заявлений анонимных о том, что такой-то артист останется за рубежом. Проверить такую информацию было почти невозможно, риск был колоссальный, потому что, во-первых, не пустить, это значит сорвать гастроли Большого театра, ну, понятно, кто писал, да, так сказать, те, кого не взяли в поездку, да, значит, во-первых, сорвать гастроли Большого театра, с одной стороны, а с другой стороны, совершенно очевидно было, не дай бог, если, так сказать, мы выпустим его, а он, так сказать, останется, действительно, по меркам того времени это было равносильно вообще государственному преступлению. В свое время от политических доносов, порожденных обычной завистью, пострадал Михаил Булгаков, имя которого вернулось в нашу литературу только в 60-е годы. В чем только его не обвиняли авторы агентурно-осведомительных сводок, в порнографии, огромных доходах, незаплаченных налогах, заработки его доходят до 30 тысяч рублей в год, он собирается уехать за границу, вся эта доносительная литература потоком шла в НКВД и органы власти, сочиняли ее коллеги Булгаковы по литературному цеху. Вероятно, поэтому великий писатель так часто в своем творчестве прибегал к насказанию. Они умели писать тем знаменитым изоповским языком, я по себе вспоминаю, мы начинаем репетировать 62-63 год, Иван Васильевич, приходит Елена Сергеевна, я к несчастью начинаю спектакль, открывается занавес, у меня машина времени, я включаю, реплика, свет пропадает в пятой лампе, в пятой лампе, почему нет света? Беру телефон и звоню дому праву. Ульяна Андреевна, вот три реплики, начинаю, свет пропадает в пятой лампе, стоп, что вы сказали? Я говорю, точно по тексту, свет пропадает, что значит пятая лампа? Я говорю, ну вот у меня тут лампа, вот в пятой. Это пятая часть света. Дальше. Почему нет света? Вот и спрашиваю, почему нет света? Что вы дальше делаете? Я беру косинус, косинус, синус, синус. То есть, вы проверяете, ну, самые примитивные ходы, ну, товар, деньги, товар, по Карлу Марксу, все сходится, а света нет. Что вы дальше делаете? Я звоню дома, вы звоните дома праву. С кем вы говорите? С его женой, Ульяновым. Вы звоните в семью Ульяновых. Почему не от света? Вот Михаил Афанасьевич, три реплики. Вот художник и власть. Знаковым событием в истории отношений власти и интеллигенции в СССР стала творческая и личная судьба Александра Солженицына. Его повесть «Один день Ивана Денисовича», напечатанная в Новом мире, вначале чуть не получила Ленинскую премию. А спустя несколько лет была запрещена и переведена в разряд антисоветской литературы. А сам писатель, как тогда говорили, был выдворен из СССР. Вот эта неуклюжесть в работе с Солженицыным способствовала тому, что он занял реальные антигосударственные позиции. Но посмотрите, как с ним поступили. Ничего оригинального не придумали. Обратились к ленинскому опыту, к высылке, к использованию тех мероприятий, которые осуществились в 20-х годах, когда ряд крупнейших умов советской, российской научно-технической интеллигенции были высланы на Запад. Но если рассматривать дело Солженицына с точки зрения оперативных уроков, это крупнейшая неудача. Многое из того, что писал Солженицын, даже действующие сотрудники Комитета госбезопасности, обладавшие достаточно большим объемом информации, они не в состоянии были соотнести с реальностью. И, например, я, как сотрудник Комитета госбезопасности, не мог даже предположить размах массовых репрессий, о которых пишет Солженицын. Мы были воспитаны исключительно на позитиве в нашем обществе. И поэтому все, что не входило в эти рамки, все считалось это как бы наветы. И только, наверное, после середины 80-х годов, уже к 90-м годам, когда процесс реабилитации пошел достаточно активно, мы тогда поняли, что все, что написано, было Солженицыным. Конечно, это не антисоветская пропаганда и агитация, это, так сказать, изложение, может быть, только десятой доли того, что было на самом деле. И в этом была трагедия. В этой истории очень неприглядно выглядят и, так сказать, западные демократические державы. Именно с ихними представителями, понимаете, секретно велись зондажные переговоры генералом Киворковым и его агентурой о механизме высылки Солженицына. Это же установленный факт. И это лишний раз подчеркивает, что русская культура, русское культурное наследие в операциях спецслужб и в интересах западных стран иметь соответствующее отношение с Советским Союзом всегда были разменные монеты. Уже в наше время лауреат Нобелевской премии писатель Александр Солженицын вернется на выдворившую его родину. Вернется не в СССР, а в новую демократическую Россию. Само возвращение писателя станет своеобразным политическим актом. Одна эпоха нашей истории закончилась, наступило новое время, время свободное от тотального контроля над идеологией, культурой, творчеством, интеллигенцией и человеком. Сталинский гулаг сгорел в том и человек, рассказавший о нем впервые, вернулся домой. Многие представители творческой интеллигенции поняли, чего они стоят на самом деле, когда власть на них не обращает внимания. Давайте мы с вами посмотрим на советские кинематографисты в нынешней ситуации. Мы прекрасно помним, что, допустим, в год выходило на экраны советских кинотеатров, выходило ежегодно, так сказать, при тоталитарном режиме, порядка 150, а то и 200 художественных фильмов. Каждый год 200 фильмов. Давайте мы посмотрим сегодня на проблему издательства. Вот сегодня рынок завален нашими книжными продукциями. Там есть и зеленые, и красные, и белые, и черные. Что угодно можно. Но уже теперь голосует кто? Голосует читатель. Покупает или не покупает? И опять-таки творческая интеллигенция оказывается заложником издательской политики. Россия по уровню своего социально-экономического развития не по масштабам потерь которые мы понесли за последние десятилетия находится в особом положении по сравнению с западным миром. Или мы сохраним не на основе тоталитарной полицейской поддержки наше культурное наследие осознав что необходимы серьезные формы государственного стимулирования и поддержки науки образования искусства или мы поставим под угрозу существование страны как суверенного государства. По-моему Ницше сказал, что государство самое холодное из всех холодных чудовищ. Вот ежели оно наезжает то отряхнуться от него очень трудно. 30-е годы навсегда ушли в историю. Призрак тоталитарного государства теперь только призрак. Один из многих, которым пугали человечество. А оно продолжало жить, рожать детей, писать книги, создавать фильмы. Год красного или огненного быка, ставший нарицательным, когда говорят о власти и интеллигенции, власти и культуре, теперь далеко от нас. Ты рожа, стража моя рожа, что мы верим, что творим, я другой такой стари знаю, где так мой надежный человек.